Здравствуйте! Туман не рассасывается, пока я на восьмой день не сообразил, что это какая-то зараза, мне прозрачным скотчем очки заклеила. Этим летом он выдавал замуж свою внучку. Какой он сказал тост? Дети мои, в этот важный день я хочу передать вам то, что в нашей семье переходит из поколения в поколение. Это долги. Детей вам побыстрее и побольше там отдавать и отдавать. Я говорю, Дедмитрий, как свадьба? Сынок, никому не понравилось. Как поминки, посидели в тишине, разошлись, нечего людям рассказать, ни скорой помощи, ни выяснения отношений, ни полиции. Вот у Михайловича была свадьба, что ты? Его девелю дали слово, а он мужик исполнительный, знаешь, перед этим ни одного тоста не пропустил. Встал, собирался с мыслью и пока готовился, рубашку у брюки заправлял. А заправлял, стоял старательно, заправлял рубашку-то у брюки. Заправлял, заправлял рубаху у брюки. Закончилось тем, что его била вся свадьба минут сорок. Я говорю, за что? Оказалось, он не рубаху у брюки заправлял, а скатерть со стола с едой. Я говорю, Дедмитрий, ну мы с вами в плане спиртного, конечно, меры не знаем. Я вот вам расскажу историю. Я был за границей, и мне ребята там местные рассказали о встрече выпускников. Приехали люди, это в Германии, да, из разных регионов страны, вместе учились в одном классе. И один привез 70-летнюю бутылку виски. Дед говорит, сколько же он терпел? Я говорю, ну вот. Привез бутылку, и друзья говорят, давайте после официальной встречи в гостинице, в номере выпьем. Все говорят, ну давайте. Я говорю, Дедмитрий, представляете, оказалось в номере были фужеры под шампанское, рюмочки под водку, бокалы под коньяк, а под виски специальной тары не было. Он, и что? Я говорю, ничего, легли спать трезвыми. Он, зря, а. Теперь я тебе расскажу. У нас недавно в железнодорожном депо обнаружилась ничейная цистерна спирта. Вопрос о таре вообще не стоял. Там же краник есть. Арты зачем дадены? Я говорю, ладно, будете старшего внука женить, гульнете. Он говорит, да он не хочет. Я говорю, а что ты? Он говорит, не на камеру. Как не на камеру? А Танька? Он, Танька, мне не нравится. Я говорю, ты посмотри на него. Всему району Танька нравится. Ему Танька не нравится. Я говорю, Дедмитрий, у меня нескромный вопрос. А вы вот как мужчина, вы еще в строю. Естественно, в строю. Только меня из этого строя бабка никуда не пускает. А у нее бабушка такая, знаете, за словом карман не полезет. Ее подружка спрашивает. Михаловна, а вы завещание написали? Вам есть что завещать? Ой. А как же, Петровна, написали завещание, да. И старшего зятя Валеру туда... И старшего зятя Валеру обязательно. В верхней части завещания. Как по-другому. Так и написано. Старший зять Валера. Не копейки вы. Я говорю, Дедмитрий, а ваша бабушка, она как? Она на ласке-то отзывчивая? Ну, как тебе сказать, сынок? Вот недавно ложимся с ней спать. Я говорю, Нюра, а пойдем вместе одновременно ляжем? Пойдем, Нюра. Раньше бы она сказала там, голова болит, да? Или на работу рано вставать. Или устала за день. Я говорю, пойдем ляжем. Она на! Точка, конец общения. Ложусь один. Она осталась у компьютера. Сидит у компьютера, там все. Утром просыпаюсь, сидит у компьютера. Внучка научила. Я говорю, за что ты там бельмом зацепилась? Она говорит, Дед, я честно скажу. Ты только захрапел. Я случайно зашла вчера на сайт для взрослых. И задержалась там вот до утра. И сделала два вывода. Первый вывод. Дед, у меня еще очень хорошее зрение. А второй вывод. Дед, жизнь-то прошла мимо нас. Я говорю, Нюра, что ты несешь у нас? Пятеро детей, семеро внуков, уже трое правников. Золотая свадьба через месяц. Сынок, приезжай ко мне на золотую свадьбу. На моей свадьбе будет точно весело. Откуда вы знаете заранее? Потому что я заранее три драки заказал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...